Напоминание о трагических страницах в истории России. В Сургуте открыли памятник жертвам политических репрессий. В 30-е и 40-е годы прошлого столетия в Сургут и в соседние поселения ссылались спецпереселенцы. Тысячи людей были необоснованно обвиненными о поломанных судьбах, но не сломненных духом. Наш следующий репортаж. Девятиметровые стеллы отражают все невзгоды, которые пережили жертву политических репрессий. В фундаменте во весь рост раскол. Голод, свирепые морозы, тяжелый труд не сломили репрессированных. Бронзовая фигура мужчины – собирательный образ спецпереселенцев. Они выстояли под гнетом несправедливости того режима и решения руководства страны, кому стали неудобны зажиточные крестьяне. По их следам сегодня проходят дети и внуки. К этому берегу со стороны Тобольска с 30-х годов весной и осенью приходили баржи, груженные десятками тысяч раскулаченных. Высаживали на берег, бросали там инструмент, бросали им там, ну, в общем, и на берег, и все. Живите как хотите. Без продуктов, безо всего. Что вот у них было в котомках там с собой, вот это с этого и начиналось. Первое – это шалаши, второе – землянки, потом ставили бараки, затем только дома. Потому что по-другому не надо. Нужно было и работать, во-первых, лес валить, строить дома. Но многие так и не добирались до места ссылки. Тысячи человек погибали в пути. В память о них на монументе жертвам политических репрессий установили фигуры пожилой семьи с ребенком. Но и здесь в ссылке условия жизни были нечеловеческими. Царил страшный голод. Чтобы выжить, люди ели лягушек, мох и толченый лист. Ловить и есть рыбу запрещало. Из-за каждого чебака давали погоду лишения свободы, вплоть до расстрела, рассказывает Любовь Рокчеева. 9 лет из-за голода ее мать осталась круглой сиротой. Семья, так сказать, относится к репрессированным, потому что мы родились здесь на спецпоселении с сильными родителями. Родители наши ходили, отмечались ежегодно к спецкомендатуру. Работали здесь на рыбокоменате. Это единственное предприятие, которое работали они. И мы здесь все работали. Так что, вот, Черный мыс, это спецпоселок, у которого осталось буквально несколько домов. Но это вот наша история. Памятник удалось возвести благодаря общественникам организации «Наша память». От идеи до воплощения прошло 15 лет. На строительство стелы ушло 7 миллионов рублей. Эти деньги выделили местные и региональные власти. Сегодня у спецпереселенцев появилось свое место скорби. К мембаняу дети и внуки репрессированных возлагают гвоздики. Символ чести, свободы и борьбы. Александра Осипова, Светлана Чанцева, Рашид Латыпов, Вести Егория, Сургут.